Приветствую, друзья! Итак, Газпром заключил договор с венгерской энергетической группой MVM на поставку природного газа сроком на 15 лет. В контракте прописано, что Будапешт будет получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год, причем 3,5 миллиарда впустят через турецкий поток и 1 миллиард по северным потокам России. И на Украине поднялась буря. Острее всех на энергетический договор отреагировал Киев. Глава МИД страны заявил, что он удивлен произошедшему и крайне разочарован. Документ назвали экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Интересно, а национальные интересы Украины заключаются, простите, в транзите российского грязного газа? Да? Незалежная уже обвинила Будапешт в нарушении принципов договора об основах добрососедства и сотрудничества двух стран. То есть, по мнению украинских политиков, добрососедские отношения двух стран – это когда одна страна в ущерб себе и своим гражданам оплачивает жутко дорогой транзит так нужного ей газа через пресловутую самостийную газовую державу. Венгры, может быть, и добрые соседи, но не дураки явно. Причем некоторые особо горячие головы на Украине с подорванными пятыми точками заговорили, ничуть не стесняясь, о необходимости, скажем так, сминусовать венгерскую диаспору. Видимо, для создания кучи проблем последней. Да уж, какое оригинальное добрососедское отношение. Венгрия, в свою очередь, предостерегла Украину от громких заявлений и попросила не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Но Украина не остановилась на уже сделанном и пообещала обратиться в Еврокомиссию, чтобы последняя проверила соглашение России и Венгрии на предмет нарушений международного законодательства. Ну классно. Давайте Еврокомиссия будет указывать кому, с кем и какие контракты заключать. Кстати, будет весьма интересен ее ответ, поскольку если она выступит на стороне Украины, то это будет весьма знаковый прецедент, показывающий всю изнанку этого европейского органа. Газпром в этой ситуации сделал ход конем. Да и ситуация сложилась подходящая. Во-первых, в Венгрии истек срок старого договора на поставку российского топлива, заключенного в 1996 году. Во-вторых, на переговорах все аргументы венгров по снижению цены на газ оказались несостоятельными. Они упирали на альтернативные поставки LNG газа. Но в нынешней ситуации с убежавшим в Азию СПГ, они выглядят смехотворными. Эксперты энергоотрасли заявляют, что стороны сторговались примерно на 300 долларов за 1000 кубометров. То есть Газпром и Россия выигрыши. Плюсом к этому идет очередной щелчок по носу Украине, который от этих щелбанов не знает уже куда деваться. Есть в этой истории еще один несомненно примечательный аспект, на который Россия и Газпром могут сделать ставку в будущем. Речь идет о странных соседях Венгрии, а именно Словакии и Румынии. Вполне возможно, что глянув и взяв на вооружение венгерский опыт, они также изъявят желание получать газ по меньшей цене и не переплачивать за украинский транзит. Понятно, что турецкий поток не резиновый, но на подходе Северный поток-2, который вполне способен прокачать необходимый объем газа. Украина тоже это прекрасно понимает. Оттого и бьется с российским газопроводом, а заодно и кидается на всех, кто отказывается ее кормить. Так вишь, друзья. Продолжение следует...